Вот оно событие, которого ждал Южный Урал. Кубок Деда Мороза на Магнитогорской земле. Да, в Магнитогорск приехали лучшие специалисты в греко-римской борьбе. И с Златоуста и Пласта. Соревноваться с нами. Но почему нет? Только вопрос стал острым. Как города, по понятиям Магнитогорска, мелкие, смогли нас отколбасить в нескольких весах? Что-то как-то странно получается. Так что ли? Хотя, в принципе, понятно. Жесткое состояние экономии делает свое дело. То есть это не экономия. Это скулеж людей, не понимающих суть. Суть является способности работать и желание это делать. А ваша суть в качественной рекламе и лучше на ТВ, где показывается результат ваших работ. Но мы сидим и гнобим. И при этом все летают в, мягко скажем, недешевые туры в Таиланд и Китай. Круто? Как-то. А то. Но в Златоусте и в Пласте выкинули ваш понт лихой. И здесь идет лучшее воспитание подростков. И вот вам результат. Хотя надо понять, что количество мелких перцев в нашей дюшке мне нравится более чем. Я возвращаюсь к истокам. Когда я занимался классической борьбой, нас было в разы меньше. А теперь, ну изумительно. И что касается моего сына. Меня, по сути, не интересуют его успехи. Занятие борьбой дало мне главное. При падении я всегда падаю на руки. Даже если меня кидают назад. Это правило, воспитанное именно борьбой. Вы поймите. Может быть это и получится, а может и нет. Но процедура подготовки к не самым лучшим событиям стоит дорого. И лучше, когда это сделано ранее. Или вы не помните. Но и ко мне с ножом приставали. И били. И я думаю, что в новых условиях это может быть посерьезнее. Я читаю реальность наших дней в интернете. Пусть он поймет и постоит за себя круче, чем я. Вот для чего и греко-римская борьба, и все такое, и многое чего, что было для меня закрыто. Для него, для сына моего. Да, мы вместе воспитываем характер. Понимаете, что я вижу? Частый скулеж. Но зачем это делать, непонятно. Человек должен мыслить и понимать суть, а не скулить. Хотя скулят в Магнитогорске 97% бизнесменов. Скулят они работают. А он будет работать. Я для этого и стараюсь. Стараюсь, кстати, в гордом одиночестве. Что и не понимают ТВ-товарищи. Понимаете, ТВ дает возможность типа вырасти на типа славе. Видал я и таких. Мне слава не нужна. Я опускаюсь к тем, кто должен сам работать. И только сам. И стараюсь жить и дарить вам знания бесплатно. Бесплатно, поверьте мне. Не все смотрят эфир, но есть и интернет-ресурсы. И то, что я делаю для Ютьюба, демонстрирует вам маленько другой подход. Мы вместе косячим. И вместе с вами находим пути решения проблем. Вместе с вами. К слову о тех, кто понимает события. Они смотрят деспотизм бурагозов, ориентированных только на мелкопотанов. Нет, ребята, это не для меня. Работа только для вас, а не для их карманов. И, по сути, лучший вариант для масс-медиа проектов – это клип лихой. А не мысли вслух. Проверено мнением и не только моим. Что касаемо событий оных. Мы пришли в борьбу в два с половиной года назад. Больше, чем я, по сути. И видели перца меньшего, чем мы, но с большим результатом. Он реально круче всех. Но проигрывает в массе моему. И для него вес отдельный. Где он там всех и мочит. Да, круто. Да, мне нравится. Видите, как получается. И тут сын не в меня. Он растет. И, конечно, не самый навороченный в смысле роста. Но кое-кого перерос. А кое-кого и не дорос. Но с успехом их колбасит. И сам получает, естественно. Но и эта борьба. Не получив сам, не поймешь борьбы как таковой. Здесь же был финал. И, по сути, может, я и тупой. Но все броски начинал мой перец. А победу присудили другому. Человеку старше по возрасту на два года. Но в нашей весовой категории. Ну что ж, да, ладно. Для меня, по сути, главное участие, что он и сделал. Вот что для меня главнее побед. Спасибо.